Спортивный туризм – прекрасное средство, которое удовлетворяет стремление ребят к приключениям и романтике. И спортивное ориентирование, в котором участники преодолевают дистанцию, проходя контрольные пункты, также популярно у юношества. В этом мы смогли убедиться, побывав на соревнованиях «Скворец-2023». В состязаниях по спортивному ориентированию в дисциплине «Кроссвыбор» приняли участие учащиеся школ города и района и славянские студенты четырех возрастных категорий. Участникам предстояло пройти дистанцию по выбору с поиском контрольных пунктов. Ребята должны продемонстрировать умение ориентироваться на местности, брать азимуты, ходить азимутальным ходом, искать контрольные пункты. Ну и, соответственно, делать это быстро, чтобы привезти своих сверстников и занять там призовое место. Летом мы проводили муниципальную школу начальной туристской подготовки, в рамках которой давали элементарные какие-то базовые понятия, азы, которые ребята сейчас могут применять вот на этих соревнованиях. Ну и в некоторых школах есть спортивные клубы, в рамках которых училища физико-культуры ведут занятия по туризму и по ориентированию, в том числе работаем в одном направлении с ними. Очень важно в отсутствии всяких гаджетов уметь найти себя на карте, на местности, понять, куда тебе двигаться в правильном направлении. Поэтому мы пытаемся современную молодежь этому научить, чтобы они не терялись на местности, как я уже сказал, в случае, если там отказали навигатор или прочие электронные устройства. Ребята получали карту местности, а это был живописный северный парк перед самым стартом. Судейства помогали обеспечивать опытные спортсмены. Это развивает физически. Бег, прыгать нужно где-то, лазать по горам, например, по ущельям и так далее. А интеллектуально, ну, человеку нужно решать какие-то задачи по мере поступления. Как развести огонь, как поставить лагерь, как накормить своих товарищей и так далее. Вот, и об этом во всем нужно думать. Я думаю, навыки и знания о туризме пригодятся им в жизни, потому что ребенок запомнит день не перед телевизором, а в лесу, в палатке, в походе. Мы обращаем внимание на настрой детей, нравится ли им это. Учитываем на будущее что-то добавить, что-то, может быть, убрать. Ну, и, естественно, привлекаем больше людей. В соревнованиях приняли участие свыше 650 человек. Это очень массовые старты. Ребята были рады принять в них участие и немного волновались. Я очень рада принять участие в этих соревнованиях. Мы очень готовились. У нас очень дружная команда. Надеюсь, мы выступим хорошо. Стать первым было не так просто. Нужно было продемонстрировать свои навыки ориентирования, сделать все быстро и четко. В итоге победили сильнейшие. У мальчиков и юношей в четырех возрастных категориях стали лидерами. Матвей Смоляр, Ярослав Орловский, Марат Джамбаев и Михаил Яценко. У девочек и девушек победили Софья Демина, Виктория Власенко, Екатерина Крутикова и Елизавета Казакова. Движение, чистый воздух, физические нагрузки, общение – все это сделало соревнования незабываемыми. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, программа «События». Продолжение следует...